Ну, давайте по-простому рассудим, почему Обама не приехал к Путину, да? Вот Путина сравнивают с хулиганом, который сидит на задней партии, и ему на всех наплевать. Что кто-то делает? Он делает свое дело, и молодец. Все его уважают в этом классе. Вот представьте, это класс, где учится там фрау Меркель, да, она там, наверное, учится на четверке, на пятерке. Она боится и уважает того парня, кто сидит сзади на последней партии. Так же и остальные там, да, ну, Урланд, это наверняка отличник, но он тоже там оглядывается, кто. И тут Обаму, а Обаму родители в школу когда отправляют, говорят, слушай, там один парень сидит, Вова, на задней партии, ты с ним не связывайся. Он очень серьезный тип, он непредсказуем. Что в его голове, мы его так и понять и не можем. Но лучше с ним не дружи. И вот Обам так попал в такую ситуацию, что он и побаивается, и вроде и хочет общаться с Путином, но побаивается. Говорят, что один раз даже вот когда за столом он сидел, что-то он неправильно сделал. Вместе с Путиным они пили чай из самовара, прекрасно проводили время в беседке. И что-то он как бы так неловко сказал или что-то сделал. На что Владимир Владимирович сказал, ты куда пришел? Ты понимаешь, что ты с кем разговариваешь? Пошел вон отсюда. Была большая пауза, все просто были поражены этой ситуацией. Быстро все замяли, дипломатический скандал. Дело в том, что сам Обама, он даже и не думал, что он будет президентом. Его просто поставили. Сказали, ты будешь президентом. Он когда к нам приезжал в Одинцовский район, еще в 2005 году, по-моему, с инспекцией от Конгресса, они дали 2 миллиона долларов на сохранение вне сельского хозяйства уникальных семян. И он приезжал туда с инспекцией. И там его, значит, облапошили, как хотели. Сказали, вот прекрасно, вот тут хранилище у нас. Все, и он был доволен. Ну, я тоже его видел, рядом ходил. И ощущалось, что он просто обыкновенный как бы баскетболист, ну, сенатор, сенатор из штата Иллинойс. И он не думал, что он будет президентом. И вдруг в каким-то, по мгновению, волшебной палочке он становится президентом. Вот, просто он боится к нам приезжать.